МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема сегодня ужесточения наказаний и штрафов за нарушение ПДД и штрафы уже вступившие в силу. Потому что мало кто знает, вернее, скажем так, не все знают, что часть штрафов уже вступила, часть штрафов еще не вступила в силу. Давайте сейчас внесем ясность. К сожалению, многие хобилисты даже вообще не знают, что штрафы повысились. Для многих это открытие буквально до последних дней. Вот давайте сделаем сейчас так. Дорогие телезрители, у вас есть реальная возможность звонить нам, общаться с нами. И просим вас ответить на вопрос. Знаете ли вы о том, какие вступили ли новые правила в силу? Вообще повысили ли штрафы в России? Повысили ли штрафы, да. Знаете ли вы, на что конкретно повысили, на что еще не повысили, повысят когда? Да. И, может быть, уже случились какие-нибудь истории с участием инспекторов ДПС, которые наверняка попытаются вот в этот период между время поймать, половить рыбку в мутной воде. Так что звоните, мы ждем вашу звонку. Такие случаи, на самом деле, уже есть. Потому что многие пишут, и нам в том числе, сообщают о том, что инспекторы начинают штрафовать по тем статьям, которые вступят в силу только с 1 января 2008 года. Ну, вернемся к началу вопроса. Вот с 11 августа, через 10 дней после опубликования подписанного президентом документа, который, в свою очередь, был утвержден Советом Федерации и принят Госдумой, в настоящее время несколько статей только вступили в силу. Это основные. Это разговор по телефону без hands-free, без гарнитуры. Это езда по тротуарам, 2000 рублей, уважаемые автомобилисты, имейте в виду. Езда по тротуарам, это перевозка опасных грузов, и это езда по встречке. То есть езда по встречке там, она подразделяется на езду по встречке, на разворот, на выезд на полустречное движение с целью разворота или поворота налево, а также объезда препятствий, там разные ответственности. Если вы повернули, развернулись, или пытаетесь объехать что-то, выйдя на встречку, вы заплатите тысячу полторы, теряя полторы тысячи рублей. А если вы выходите с целью... А если вы двигаетесь вперед, ну, значит, это лишение прав, лишение водительского удостоверения. Но, кстати говоря, это тоже пока вопрос достаточно спорный, и ГАИ России обещала нам все-таки четко сформулировать, что же такое езда по встречке, что такое выезд на встречку с целью поворота, разворота и так далее. То есть над этой статьей 12.15, она считается, так она называется, 12.15, значит, над ней еще будут работать. Но, во всяком случае, ответственность за нее уже... Мне кажется, там, на самом деле, все очевидно. Если ты попал в пробку и разворачиваешься через две сплошные для того, чтобы поехать в обратном направлении, и при этом не создаешь аварийной ситуации, то тут, в общем, нарушение-то невеликое. Но если ты, как последнее хамло, выходишь на встречную полосу и пытаешься пробку обойти, вот тут ты, конечно, по полной программе. А вот некоторые хитрецы будут говорить, что я выехал на встречку для того, чтобы объехать препятствие. Это пробка препятствия? Нет, ну там уже колодец, там стоящая машина. Опять же вопрос возникает. Вот, значит, трасса достаточно узкая, да, стоит там какой-нибудь заглохший, там, трейлер под углом. Ты дальше двигаться не можешь. Значит, что тебе делать? Останавливаться и ждать, когда приедет МЧС, оттащит его, или там сотрудники ГАИ, там, и так далее, и так далее, оттащит его, нет, человек пытается объехать тогда, да, это препятствие, и тут же попадает на 1000-1500 штрафа. Тоже не очень корректно. Ну, это философский разговор. Согласен. Да, мы говорим сейчас о фактах, о том, что вот эти правила, они вступили уже в силу с 11 августа, прошу прощения, с сентября, хотел сказать, с августа. Вот, часть, все-таки основные правила, основная ответственность, основные штрафы вступят в силу с 1 января, и к этому надо готовиться. И фото-видео фиксации с 1 июля 2008 года заработает. Вот, ну, я бы вообще, честно говоря, посоветовал уважаемым телезрителям относиться к повышению штрафов, вот, с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, как к повышению, которое вступает в силу вообще по всем пунктам. То есть не надо себя успокаивать тем, что вот по каким-то пунктам будут сейчас штрафовать, по каким-то я успею сориентироваться. С Нового года я все-таки стоял бы настроиться на, скажем так, на максимально серьезный лад. И имейте в виду, что все-таки с января начнут всех стричь по полной программе за нарушение правил дорожного движения. Поэтому, значит, все-таки оставить вот эту расслабленность по градации применения пунктов новых штрафов. А почему так получилось, что какие-то, за какие-то нарушения стали штрафовать? Ой, сложно сказать. Честно говоря, логики никакой нет. Потому что, например, вот почему сейчас через 10 дней после опубликования начнут штрафовать за разговор по телефону без гарнитуру, без hands-free штрафа, напомню, за это 300 рублей. Вот. А почему не будут штрафовать за непристегнутый ремень? Почему непристегнутый ремень перенесен на 1 января 2008 года? Ну, я, честно говоря, логики не вижу. Я боюсь, что просто поскольку каникулы думские наступали, а все-таки это вырабатывалось в думских кабинетах, в том числе с помощью государственной нашей автомобильной инспекции, наверное, была некая спешка горячка. Не до того было, да? Да, уже не до того. Поэтому почему-то вот документы таким образом составили, президент его подписал, что часть ответственности сейчас, часть с Нового года. Но там общий смысл был, ну, видимо, общий смысл пытались найти или выработать, или реализовать таким образом. Сейчас наименьшие штрафы, чтобы народ постепенно привык, тем более тут еще выбор, ведь на нас все не надо забывать. А вот с января, значит, с января тогда мы уже закрутим гайки по полной программе. Наверное, вот исходили из этого. То есть постепенная адаптация, немножечко уже сейчас начать дисциплину поднимать, а потом, значит, вот мы уже практически начнем по полной программе, они начнут действовать с 1 января. Наверное, вот, видимо, логика такая была. Но, повторяю, опять же, в выборе вот этих статей, которые сейчас работают, уже начали работать, ну, я как-то не вижу особого смысла, особого расчета какого-то тонкого. Просто как-то это выбрано, значит, вот так хаотично первые несколько статей. По-моему, есть какие-то разночтения и по поводу выезда на тротуар. Да, по тротуару многие спрашивают, а вот как, а если я заехал, если я стою вообще? Вот как у нас здесь у Останкина? Да. Ну, вообще штраф 2 тысячи рублей, он должен, во всяком случае, применяться к водителю, который едет, осуществляет движение по тротуару, а не который заехал, значит, двумя колесами на тротуар или одним колесом. Потому что есть отдельная статья. Создание помех для пешеходов грозит штрафом 200 рублей. Вот. То есть есть отдельная статья о нарушении правил парковки, стоянки на тротуаре. Вот если двигаетесь вы по тротуару, тогда это уже езда по тротуару. Но когда законодатель вводил эту ответственность, она, кстати говоря, достаточно, в общем-то, наверное, своевременная, достаточно справедлива. Потому что у нас много есть любителей, которые просто ездят по тротуару в прямом смысле слова. Это, конечно, по-хамски выглядит, когда ты в роли пешехода выступаешь. Да, да, да. Меня это тоже всегда возмущает и, значит, возмущает и, скажем так, наводит на определенные размышления. Но, тем не менее, значит, можно же и человека, который припарковался где-то около офиса, попробовать подвергнуть такому же штрафу. Так вот, все это зависит от того, какие нормативные документы будут выработаны в недрах ГАИ. Если будет соответствующая инструкция, которая будет четко обязываться ДПС брать все-таки штраф за езду, а не за парковку, или брать за парковку, в том случае, если эта парковка мешает пешеходам, другой штраф, который положен по новым поправкам, это один разговор. А если будут стараться все-таки за меньшее нарушение, с меньшей ответственностью, с меньшим штрафом брать по максимуму, то это, конечно, опять будет по-русски, чисто по-русски, по-российски, как у нас часто достаточно бывает. Есть у нас телефонный звонок. Добрый день, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Петр, я звоню из Карелии. Так, здравствуйте. У меня водительский стаж 27 лет, я адвокат. Слышно меня, да? Да, хорошо. Так. Значит, вот сейчас, у нас вот в течение тех 27 лет, что я управляю автомобилем, действует презумпция виновности водителя у нас. Всегда действовала, и действует и сейчас. Во всех дорожных неприятностях. Значит, вот сейчас обрушились на водителя новые репрессии, значит, вот по дорожным правилам, но я нигде не слышу, с голоса разума, об ответственности государства и дорожных организаций за состояние дорожного полотна. У нас никто в этом почему-то не говорит. У нас ведь есть закон о безопасности дорожного движения. Я провозглашен приоритет государства за безопасность движения. Где это все? И почему на водителей все изначально можно сваливать? И никогда, я вот как адвокат, пытался возбуждать уголовные дела по авариям тяжелым, связанным именно с дорожным полотном, состоянием дорожного полотна. Все проходило вот так вот, вскользь, никто за это не брался. В правилах ответственности дорожных руководителей предусмотрено. Добраться до них невозможно. И вот этот вопрос, почему, у нас не поднимается, я нигде его не слышу. Скажите, а этот вопрос задается кому-то конкретно или вопрос риторический? Это вопрос конкретно. Почему презумпция виновности водителя провозглашена изначально, а вопрос ответственности за состояние безопасности движения по дорогам не муссируется никоему. Понятно. Теперь сформулируйте, пожалуйста, кому адресован этот вопрос сейчас в данный момент. Ведущему. То есть вы предлагаете мне ответить за правовой беспредел, который творится сейчас, скажем так, в некоторых регионах нашей страны, да? Нет. Я хочу даже вот вам, как ведущему, задать вопрос, почему вы не поднимаете эту тему. А, в таком разрезе. Хорошо, принимается, да. Считайте, что я приношу свои извинения, и в следующий раз обязательно одну из программ посвятим как раз именно этому вопросу. Спасибо. Да, я могу добавить только, что уважаемый телезритель прав в той части, что на самом деле сейчас разглашена презумпция виновности водителя. Кстати говоря, это не случайно произошло, потому что руководство ГАИ, с которым я общался, они настаивали и настаивают на этом, на том, что, значит, вот, учитывая огромные наши жертвы на дорогах, именно это единственный правильный подход. Это, конечно, не совсем правильно, я думаю, и здесь, уважаемый адвокат, наш прав. Тем более, что вот состязательности, как раз состязательности при судебных разбирательствах административных правонарушений, при судебных, скажем так, процессах, она очень и очень относительна. Во-первых, еще одну вещь, уважаемый Юрий с ней сказал. Нет стороны обвинения в административных правонарушениях, которые разбирает суд. Нет стороны обвинения. То есть есть, может быть, сторона защиты, это может быть сам водитель или его адвокат, есть судья, а стороны обвинения нет. Получается, что судья выполняет эту роль, хотя он должен беспристрастно совершенно рассматривать все факты, все детали и выносить свой вердикт, а он, значит, основываясь на показаниях инспектора дорожной патрульной службы и говоря о том, что инспектору нет смысла обманывать, он же официальное лицо, он же государев-человек, фактически осуществляет вот эту обвинительную функцию. Это тоже совершенно неправильно, это явный перекос, конечно. Да, на самом деле я признаю, я признаю, что это действительно тема для разговора. Я не уверен, что мне поднимали эту тему раньше, возможно, кто-то из моих коллег. Тем не менее, в общем, мы к этому придем. Еще один звонок у нас один есть. День добрый, здравствуйте. Добрый вечер, слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Александр из Краснодара. Слушаем. Вот у меня такой вопрос. Вот что ввели у нас свет на загородних дорогах. Есть от этого кому-нибудь польза или нет? Всем известно, что расход бензина увеличивается на 7-8%. Это просто, наверное, заговор этой нефтяной нашей всей манки. Нет, 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 извините. Нет, спасибо за вопрос. Может быть, это не один вопрос. Давайте вас поговорим. А, да. У вас есть еще вопросы или только этот был вопрос? Ну, наверное, все-таки это наболевшийся, судя по всему. Я думаю, что все-таки экономия там нескольких грамм или десятков грамм бензина, она несравнима с той пользой, которую даются включенные фары. Дело в том, что во многих странах проводились исследования, и они совершенно объективно и четко показывают, что аварийность снижается, ну, буквально там на десятки. На 20, там, 25, если я могу соврать, ну, там десятки процентов в том случае, если днем в городе, а не на трассе, в городе включены фары. Кажется, что, ну, днем-то солнце светит, ну, зачем включать фары? Тем не менее, многие европейские производители, выпуская машину с завода, делают ее таким образом, что свет включается автоматически при включении зажигания. Это все не заговор, значит, абсолютно никакой не заговор, потому что это касается иномарок, а не наших отечественных машин. И я как раз считаю, что вот мое личное мнение и мнение многих моих коллег, что надо было обязательно включать свет и между городами, как сейчас положено. И в городе тоже, потому что на самом деле машина с включенным светом, она больше бросается в глаза, она привлекает внимание, она настораживает в хорошем смысле. И дисциплинирует человека. Дисциплинирует, и у нас очень много, я прошу прощения, уродов самых настоящих, которые даже в темное время суток ездят без включенного света, без габаритов, без фар и так далее. Я не хочу никоим образом нашего телезрителя обижать, я думаю, что он разумный человек и включает в темное время суток свет, но многие как раз из-за этих шкурных соображений, что тратится больше бензина, до последнего не включают, пока звезды на небе не зажгутся. Но это глупость, конечно. Просто, честно говоря, это глупость. Еще один звонок. Здравствуйте. Аллах. Слушаем. Добрый день. Вас беспокоит Виктор Ростов-на-Дону. У меня вопрос один, относительно скоростного режима. Да-да-да, мы слушаем вас. Вот. Сколько я ни пытался, я не смог ни у кого узнать, когда же у нас были введены ограничения 90 км в час. По-моему, это было все-таки где-то в 50-х годах. Сейчас все-таки изменились и машины, и дороги, и на сегодняшний момент никто не ездит в подавляющем большинстве 90 км в час. Значит, в основном у нас движется поток под Москвой, вот где-то порядка 140 км в час, по остальным трассам порядка 120 км в час. И вся аварийность происходит как раз-таки из-за тех людей, которые резко превышают скорость движения этого потока. И тут же, я могу сказать, я много езжу по дорогам, эти люди как раз-таки и остаются-то безнаказанными. Только увидев, что его восстановили, тут же предъявляются какие-то корочки, они отправляются дальше, продолжая пересекать и двойные, и скоростной режим, и прочее, прочее. Поэтому я вот все-таки на сегодняшний момент весьма скептически отношусь ко всем этим ужесточениям, потому что те люди, которые именно злостно вот это все нарушают, останутся все-таки безнаказанными. Вот все, что я хотел сказать, мне хотелось бы поинтересоваться, может у нас есть какое-то все-таки изменение по этому вопросу? Нет, скоростной режим остался прежним, и мы этот вопрос тоже ставили и ставим, в том числе перед руководством ГАИ, о том, что все-таки есть у нас ряд трасс или участков на трассах, которые позволяют развить больше скорости. В предыдущей передаче мы говорили, предположим, на примере московского третьего транспортного кольца, где ограничение 60 км в час, и в то же время 100 км в час разрешено на МКАДе. Причем МКАД уже стал практически внутри городской трассы, там много съездов, выездов и так далее. Тем не менее, там ты можешь разогнаться до 100, а на третьем практически все нарушители, потому что когда поток позволяет, он идет со скоростью, обстановка позволяет, поток идет со скоростью 80, 90 и 100 км в час. На самом деле, да, все эти нормы были при царе Горохе, как мы уже и говорили в той передаче, они были действительно приняты и рассчитаны, не исходя из состояния автомобилей, возможности автомобилей тогдашнего времени. Тогда советские машинки были, машин было мало, и тем не менее, вот эти вот 60, 90, ну сейчас на федеральных трассах, на магистралях там до 110. Вот, конечно, эти критерии скоростные требуют пересмотра, несомненность требует пересмотра, но при этом никто не отменяет необходимость все-таки водителям соблюдать осторожность и выбирать тот скоростной режим, который не приведет к аварии. Вот сегодня была страшная трагедия на трассе М4 Москва-Дон, это Каширское шоссе, 113-114 км. На протяжении нескольких километров произошло в короткий промежуток времени 6 ДТП. В результате 40 машин пострадало, я перепроверял эту информацию сегодня у начальника области, полковника Сергеева. И четверо погибли. Вот, и четверо погибли, в том числе ребенок. Там был не туман, там дымка была, потому что пожары идут не только в Московской области, в других областях. И там была дымка, и там стояли знаки ограничивающие скорость, знаки предупреждающие о том, что может быть такая ситуация. Тем не менее, если 4 погибших, была скорость, при 40-50 км, ну никак не могут быть погибшие. Значит, все-таки люди, несмотря на то, что видят, что туман, в данном случае там дым, неважно, или туман, в том году тоже была такая же история, под Ростовом, Оксай, там тоже несколько человек погибло, много машин пострадало. То же самое, нашелся какой-то лихач, который все-таки ехал с такой скоростью, что стал причиной вот такой массовой аварии. А здесь несколько, шесть аварий. Значит, какие бы ни были скоростные разрешения, скажем, ограничения, надо исходить из ситуации, от времени суток, от состояния дорожного полотна и так далее, и быть очень-очень внимательным. Это мозги нужно включать. Сегодня я выехал на работу с дачи в 6 утра, стоял очень плотный туман, ехал со скоростью километров 30, может быть, 40. И меня со свистом обошла белая девятка, которая ушла куда-то вот туда. По туману. Да, по туману просто идиот. Ну вот это вот потенциальный убийца, потенциальный убийца, не только самоубийца, но и убийца. Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня Евгений зовут. Я из Архангельска. У меня вот вопрос такой, как раз по вашей теме. У меня просто и в жизни были ситуации, правда, это было года 4 назад, когда правила не были такие жестокие. Ну, в Архангельске у нас и так дорог, как и во всей России нет. И ситуация такая, что вот двухполосное движение в одну сторону, здесь в другую. И по моей полосе сплошная яма. И главное, что сотрудники ГИБДД стояли где-то метров в пятидесяти впереди. И специально смотрели, как я буду обещать эту яму. У меня был выбор, скажем так, или проехать по этой яме, то есть повредить свой автомобиль, или выехать на встречную полосу, хотя, ну, встречная полоса была полностью чистая, но ни одного автомобиля не было. Я эту яму объехал, они меня остановили, ну, соответственно, то есть выезд на встречную полосу, нарушение правил штрафа все времена еще как-то был такой. Так вот у меня вот вопрос такой, вы как бы тут пример приводили, что если на полосе сломалась перед идущий КАМАЗ, к примеру, то объезд, препятствие с выезда на встречную полосу, это уже карается, скажем так, до двух... Тысяча тысяч пятьсот, да. Да, да, да. А если мне выбегает под колеса ребенок, к примеру, у меня еще выбор будет, то есть мне сбивать ребенка или полторы тысячи тратить, ну, попозраю я, скажем так, на эти деньги. Ну, я думаю, что если все-таки вы сбежите, не дай бог, наезды на ребенка или вообще на кого-то, то уже это тысяча-полтора, уже семечек. Я вам привел пример, что... Ну, понятно, нет, понятно. ...социально стоя, что яму... То есть они тоже могут повернуть, как хотите, конечно, я выйду на встречную полосу, не буду сбивать ребенка. Вот тоже так как бы получается, и так, и так, как смотреть это. Да, да. То есть, на дороге яма, я по-любому ее объеду, то есть мне некуда деваться, а мне за это две тысячи штрафов дадут, скажем так. Ну, Вячеслав говорил, что сейчас ведутся разговоры, переговоры по поводу того, чтобы внести корректировки в эту часть. Ну, я могу сказать, даже рассказ сгубит нашего телезрителя тем, что, к сожалению, есть такие хитрые отработанные варианты, не очень, скажем так, чистоплотными сотрудниками ГАИ, которые ставят либо грузовик, пускают, особенно на подъем. Причем это отработано все, и в основном действует на водителей из других регионов, потому что свои знают такие штучки, они не рискуют, а может быть своих и не останавливают. Потому что есть такая тенденция наказывать водителей из других регионов, это очень характерно для наших южных регионов. Но москвичей, москвичей вообще не очень любят, а вообще из других регионов все, кто проезжает, многие республики жалуются, не будут сейчас называть, но жалуются на многие республики, что как только нагородный номер, это уже потенциальный клиент, даже если он не нарушает. А если уж нарушает, тем более. Пускай этот грузовик и все, и тот, кто первый не выдержит, кого нервы не выдержат, он начинает гонять. Хотя сейчас, кстати, по новым правилам, по правкам, штраф там он маленький, 100 рублей, в том случае, если по федеральной трассе транспорт двигается со скоростью менее 40 км в час. 100 рублей, конечно, это не штраф. Ну так вот, получается, что поставили машину специально для того, чтобы люди нарушили правила. По поводу ям, тоже есть очень интересные случаи, когда наш, член нашей организации, это в Якутии было, в Якутии или в Магадане, в Якутии, кажется, значит, он написал целую кипу документов, потому что он сломал подвеску в яму, въехал в яму, потому что там никак не объехать, он ее не видел, видимо, вечером было. Вот, то реакция была, ГАИ, очень интересная, значит, они ему ответили, там, ответили, соответствующие сделали официальный ответ и поставили там знак, проезд запрещен, то есть закрыли просто улицу до проезда, вместо того, чтобы ее отремонтировать. Но не они должны ремонтировать, дорожные службы. У меня в этой связи есть огромная просьба и предложение для наших уважаемых телезрителей-автомобилистов. Вот мы сейчас пытаемся, мы сейчас пришли к мысли о том, что надо, конечно, поднимать правовую культуру водителей, но, во-первых, надо соблюдать правила, конечно, это всем понятно абсолютно. Мы все взрослые, нормальные, адекватные люди, всех нас ждут семьи, мы должны, выезжая из дома, думать о том, что мы должны в этот дом вернуться. Но, тем не менее, мы не знаем свои права, и зачастую инспекторы, инспектора ГАИ этим пользуются, потому что они прекрасные психологи, им надо кормить семью на эту смешную зарплату. Они государство их бросило просто на самопрокорм, как я все время говорю. И они, конечно, зарабатывают с помощью палочки на собственную жизнь. Так вот, просьба какая? Мы решили, что надо все-таки правовую культуру поднимать. Что для этого сделать? Создать пакет документов с образцами заявлений, различных бумаг, которые нужны для того, чтобы обратиться в ту или иную инстанцию, написать ту или иную жалобу. Создать алгоритм общения с инспектором ДПС. Он вас остановил, что делать, как он должен вам представиться, что вы должны ответить, чтобы ориентироваться в этой системе. Многие сразу теряются и зачастую платят деньги, которые они не должны платить. Платят, конечно, не по протоколу составленному, а в карман инспектору. Так вот, к сожалению, наша пассивность и такое российское отношение таково, что человек будет на месте платить деньги, будет чертыхаться, будет обзывать этого гаишника как угодно, будет дома или в гараже, значит, говорить о том, что и власть плохая, и ГАИ плохая, значит, такая-сякая розетка и так далее. Будет все равно продолжать и либо нарушать, либо не нарушать, платить, тем не менее. Так вот, надо эту цепочку разорвать. Вот. Каким образом? Только массовыми жалобами. Если вы считаете, что вы неправомерно остановлены, если вы считаете, что вас неправильно пытаются наказать, пишите, уважаемые телезрители, уважаемые автомобилисты, обращайтесь в надзорный орган, для этого есть прокуратура, обращайтесь к вышестоящему начальнику этого инспектора ГАИ, обращайтесь в судебные органы, потому что если мы начнем опротестовывать такие неправомощные действия инспектора ДПС, напомню, что по новым правилам, значит, лицо, которое препятствует эксплуатации вашего автомобиля, оно, причем это не обязательно инспектор ДПС, это может быть инспектор по, значит, МРЭО, который ставит машину на ваш учет, или там тянет резину и не ставит по каким-то причинам, и так далее. Вот недавно нам жаловались, что в Московской области не могут получить транзиты девушка из другого города. Ну, это отдельная история, да. А, я прошу прощения, да. Так вот, значит, жалуйтесь, и если эти басы, 20 тысяч рублей ответственность официального лица за то, что она препятствует эксплуатации вашего автомобиля, могут наказать по-другому. Если мы будем жаловаться, если инспектор будет знать, что, значит, такие жалобы будут массово иметь место, я вас уверяю, что желание просто так остановить и просто так состричь, значит, купоны с вас, оно уменьшится многократно. Согласен. Еще звонок. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Александр из Москвы. У меня вот два вопроса, значит, вопрос первый, ну, немного радикально поставлю, значит, вот ответственность за нарушение разметки, она все время ужесточается. За двойную сплошную уже там лишают прав, штрафы очень большие. А где она, эта разметка? Почему я должен отвечать за то, чего нет? Семь месяцев в году я ее просто не вижу. Либо она стерта, либо она покрыта песком, либо она засыпана снегом, либо она засыпана грязью. Почему я должен знать, что там вообще есть какая-то разметка? Это первый вопрос. Вот. А вопрос второй, знаете ли вы, что вот зачастую есть случаи, когда инспектора ГАИ вручают квитанцию на оплату штрафа, где получателям указывают какие-то странные очень реквизиты, какие-то фонды со странными ИННами московским, типа фонд правопорядок. Почему фонд правопорядок? Нарушение в области, ГАИ в области, а ИНН московский. Вот. И что вы по этому поводу думаете? Спасибо. Спасибо. Да. Ну, во-первых, вы совершенно правы по поводу разметки. Вообще, это, конечно, не дело водителя. И, кстати говоря, догадываться, есть ли это разметка или нет. И если вас остановили и обвиняют в том, что вы нарушили разметку, конечно, надо это место желательно бы сфотографировать на данный момент. Вообще, ну, у нас, к сожалению, такое государство, что надо запасаться разными техническими средствами для того, чтобы на дороге, как минимум, да. Ну, сейчас, да, сейчас у всех мобильный телефон, у них достаточно хорошая разметка способность. Либо надо просто сделать вид, что ты фотографируешь. Это уже сразу... Может быть, да, это может отобьет желание у инспектора вести разговор дальше. Но вообще сфотографировать, и это может быть аргументом в судебном зале. Может, аргументом. Хотя, к сожалению, повторяю, в основном мировые судьи решают эти вопросы. Они все-таки настроены по отношению к водителю зачастую недоверчиво и больше все-таки доверяют инспектору. Но спасение утопающих в руках самих утопающих. Надо обязательно сфотографировать это место. И это достаточно веский аргумент невиновности водителя. Он нету разметки. Раз нет разметки, значит, нет никакой сплошной, которую я пересек или якобы пересек. Вот, по поводу второго вопроса. Вообще сейчас, опять же, в этих новых поправках принято решение, во-первых, не отправлять, значит, копию, как раньше надо было, копию в органы ГАЭТ. Во-вторых, в документах, которые вам будут выдаваться, будут стоять уже все реквизиты. То есть, вот, вам не надо ничего переписывать. Насчет вот этого фонда, о котором сказал, уважаемый телезритель, ничего не могу сказать. Я не думаю, что все-таки, надо уточнить, самодеятельность, может, это какая-то художественная самодеятельность. Какого-то подразделения. Но вообще, это деньги государственные, которые поступают в казначейство и дальше уже распределяются соответствующим образом. Поэтому налево они уйти, по идее, не должны, если эти проплаты официальны. Вообще, должен сказать, что не стоит бояться спорить с инспектором ДПС, если ты считаешь, что ты прав. Вот случай абсолютно, вот, случился, произошел здесь у нас рядом улица, я не помню, как называется, параллельно улица Королева. Там деревья сидят, знак ограничивающей скорости. Наш водитель поехал, знака этого реально не было видно. Он за листвой был, наверное. Он был за листвой, да. Его остановили, но он-то человек грамотный, потому что он работает на автомобильном канале высокой культуры. И он абсолютно аргументированно сказал, дамы и господа, вернее, господа, вот, претензии ваши абсолютно необоснованные, потому что этого знака не было видно. Давайте поедем сейчас посмотрим. Подъехали, и действительно, знак был неправильно размещен. Хорошо, что знак ограничения, если знак уступи дорогу, да, знак пресечения с главной, человек не видел. Это может учить самая. И Т-образный перекресток, он думает, что помеха слева у человека, который, на самом деле, по главной дороге идет, может совершить аварию. Вариантов много. Да, вариантов много. Это говорит о том, что надо, да, надо во всяком случае защищать себя и хотя бы, ну, если там фотоаппарат, там, некоторые с диктофонами ездят, хотя бы иметь, вот, с Нового года напечатают книжечку, но это такая экспериментальная, тут много ошибок, это уже через, в день подписания чуть ли не торговали, она не очень удачная, конечно. Но когда официально уже будет выпущено правило, надо купить правило, надо купить коап. И когда вас останавливают, культурно попросите инспектора, пожалуйста, покажите мне пальцем, значит, пункт правил дорожного движения, который я нарушил, и статью коапа, которая предусматривает за это ответственность. Многие инспекторы, кстати, могут растеряться и не указать этот пункт, потому что они его либо не знают, либо они пытались вам инкриминировать нечто, что вы не совершили. Еще один звонок. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса. Этого водителя из Санкт-Петербурга вас беспокоит. Первый вопрос. Сохраняется ли в настоящее время правило, запрещающее ГАИ работникам ГБДД останавливать водителя в том случае, если он ничего не нарушил, не на стационарных пунктах ГАИ? Это первый вопрос. И второй вопрос. Что же является на сегодняшний день выездом на встречную полосу движения? Это никто не знает. Да, можно. Давайте со второго вопроса ответим. Да, на самом деле не существует четких совершенно критериев и четких формулировок, что такое выезд, что такое езда по встречке, как мы говорим обычно в простонародье. На самом деле нет четкой формулировки. И это задача, конечно, ближайшего, ближайшего, очень ближайшего будущего. А говорить, что такое транспортное средство, что такое проезжая часть, что такое тротуар, что такое выезд и так далее. Потому что правила движения, дорожные движения, которые много-много раз переиздавались, они написаны очень-очень нездорово. Очень нездорово. Все расплывчато, все нечетко. Поэтому ответственность-то достаточно высокое. А вот инструмент, критерии при подходе к определению ответственности, формулировки, они очень-очень некорректные, размытые. Теперь по первому вопросу. На самом деле до сегодняшнего дня в силе закон, приказ, точнее, прошу прощения, приказ по Министерству внутренних дел от 1 июля 1999 года, номер 329, который подписал еще Сергей Степашин, когда был министром внутренних дел. Этот приказ никто не отменял. Он запрещает останавливать для проверки документов машины вне сценарных постов ДПС. За исключением, если две машины ГАИ считаются передвижным постом. Машина может останавливаться только в рамках проводимых спецопераций, антитеррор, вихрь, буран и так далее. Либо вас может остановить инспектор только в двух случаях принципиальных. Если вы нарушили правила, раз. Если вы не нарушали, не имеет права. Если вы не нарушали правила, но ваша машина похожа на угнанную, либо в автомобиле сидят люди по приметам, похожие на лица, совершивших противоправные деяния, или вы похожи на такового. Опять же, это можно проверить, потому что некоторые говорят... Вот это важно. Да, инспектор говорит, да, вот вы, как я говорю, вы едете на белой Тойоте, а в розыске там черный Форд. Значит, почему? А он говорит, да, вот белая Тойота там в розыске. Как проверить? На самом деле, у каждого инспектора ДПС на руки выдается, когда он выходит на дежурство, служебная книжка, где официально внесены все данные, все приметы и так далее, и так далее. Ее можно проверить. Он вам ее не покажет, но вы можете ему четко сказать, что, значит, товарищ инспектор или господин офицер, да, я сомневаюсь, что вы меня остановили справедливо, что машина похожа на мою в угоне, да. Вот, потому что обычно останавливают, потом начинают уже по ходу дела искать там что-то. Значит, я обращусь с заявлением к вашему начальнику о том, что вас остановили в такое-то время, в таком-то месте. Вот, опишу машину, дам все, значит, данные на мою машину и проверю, действительно ли подобные, да, схожие под приметом машины находятся в угоне. Например, можно обратиться в суд, кстати, вот, кстати говоря, если вот этот вот инспектор, если он это придумал, значит, он может наказан быть на 20 тысяч рублей по нынешним поправкам, потому что он у вас в нарушении федеральных законов препятствовал эксплуатации вашего транспортного средства. И эти 20 тысяч рублей куда пойдут? В мой бюджет или куда-то в государственный? Наверное, государственный все-таки, да, я думаю, что государственный. Вот это обидно. Я думаю, государственный. Может, может быть, хотя бы четверти. А надо развивать систему частных рисков, да, за моральный ущерб и так далее, надо развивать эту систему. Но я думаю, что 20 тысяч из его кармана тоже не каждый захочет выкладывать. Вот эта статья 12.35, если я не ошибаюсь, потому что все-таки я не писал эти правила, я не юрист. 12.35, я еще раз хочу напомнить. 12.35, незаконное ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию. Применение к владельцам водительных средств другим участникам дорожного движения, не предусмотренных в федеральном законном мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование. То есть даже если вы ставите на учет. Я второй раз читаю ту передачу, но многие же не видели предыдущую передачу. Либо его эксплуатация влечет наложение на должных лиц 20 тысяч рублей. Вот имейте в виду, пожалуйста, товарищи, о том, что вы можете защищаться прям по голове и бить нерадиво инспектор, который пытается вас раскрутить на некую сумму штрафа. Значит, вот таким образом только надо действовать. То есть останавливать просто так. Никто не имеет права в городе, если вы не нарушили правила дорожного движения, если нет спецопераций. А то, что он вам говорит, якобы, это все можно уточнить, даже позвонив, если у вас есть телефон, позвонив его вышестоящему начальству, написав, в конце концов, не ленитесь, только писать. Потому что многие отъехав и остынув, плюют на все. И вся эта история опять продолжается. Опять эта цепочка замкнута. Если начнут по рукам получать недобросовестные инспектора, которые пытаются вымогать деньги, массово получают по рукам, даже с помощью, повторяю, обращений письменных. Все-таки количество таковых случаев уменьшится многократно. Да. Мой отец меня в детстве учил, что с хамами по-хамски, и этот лозунг абсолютно точно действует и здесь. То есть, с системой бюрократической нужно их же оружие. Да, их же оружие. Еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Валерий, Москва. У меня такой вопрос к гостю. В связи с новыми правилами, детей до 12 лет положено перевозить в креслах для детей. Я сам высокого роста, и девочка у меня 9 лет, и сейчас уже ростом 1,60 метра. Кресла ей практически подобрать нереально, потому что ни отечественные, ни зарубежные производители таких кресел не производят. Вот как мне быть? Вы знаете, но есть все-таки там удерживающие устройства, не только кресла, удерживающие устройства. Я вам могу сказать, чтобы долго не рассказывать, что это не коммерчески абсолютно, поэтому я думаю, что руководство канала на меня не обидится. Назову адрес, тем более передача была на эту тему. Дети, латинский, ну ангельским буквами, дети-дети.ру. Зайдите туда. Это сайт, который мы, интернет-сообщество, создали. Там многие очень туда присоединились, общественные организации, сайты, женские, детские и так далее. Там все расписано, все рассказано. Там можно посмотреть, спросить, поинтересоваться. Дети-дефист, черточка, дети.ру. Нет ли там в этом правиле, что-то мне подсказывает, что там есть либо ребенок до 12 лет, либо ребенок до роста метр пятьдесят? Вот нету такого по росту ограничения? Я сейчас боюсь соврать, по росту я не помню, честно говоря. Потому что если девочка метр шестьдесят, так и... Нет, но если вообще по комплекции ребенок выглядит в 9 лет на 15, и по весу, и по росту он может нормально быть пристегнут ремнем, я думаю, что его надо пристегнуть ремнем, и здесь проблема отпадет. Другое дело, что пытаются под детей подложить, и многие до сих пор, сотрудники ГАЭТа, рекомендуют, кстати говоря, подкладывать подушки, книжки и так далее. Это крайне опасно, потому что при ударе, не дай бог, в силу инерции ребенок выскользнет, из-под него это все вылетит, и у него ремень окажется на шее. Если ребенок крупный, то, повторяю, если у него ремень проходит через плечо, не на уровне шеи, то его можно пристегивать. Вполне возможно, что сейчас молодежь такая рослая, что в 9-10-11 лет выглядит на 15-16, и имеет ту же комплекцию. Хорошо кормят детей. Хорошо, даже излишне хорошо. Вот информация по поводу разговора во время движения по телефону. Информация из Англии. За разговоры по мобильному телефону даже с функцией hands-free штрафуют на 60 фунтов и делают прокол на правах. А за использование обычных телефонов, когда одна рука занята, штрафуют еще более жестко. Более того, помимо штрафа на сумму 60 фунтов и обязательного прокола в правах на 3 балла, полиция будет иметь возможность передать дело в суд. А там максимальная сумма штрафа для водителя легкового автомобиля составит 1 тысяча фунтов и 2,5 фунтов для шофера, грузовиков, фургона или автобуса. Так что у нас, в общем, не такие уж и драконовские штрафы. Ну, телефон, честно говоря, телефон вообще отвлекает даже с hands-free, рассеивает внимание тоже. Но когда человек держит трубку, это вообще недопустимо абсолютно. Потому что одной рукой надо делать маневры, может ситуация дорожная измениться, две руки необходимы и внимание. Но про то, что и курят одновременно, и разговаривают, мы уже говорили. И музыку слушать, и все, что угодно. Да, и так далее. Но вот разговаривать по телефону все-таки это не здорово. Если есть телефон, причем у многих дорогие модели, но hands-free стоит там 2-3 тысячи рублей, там 1500, там 2-300 и так далее. Ну, повесь на уху, у тебя хоть руки будут свободны. Поэтому эти 300 рублей, конечно, это небольшой штраф, но это необходимая мера. Лишь бы инспекторы дорожно-патрульной службы следили за этим, так же, как и за пристеганностью. Потому что даже когда были маленькие штрафы, некоторые говорили, что если меня останавливали 5 раз в день, я бы пристегивался даже, несмотря на то, что штраф там смешной, 50 рублей, потому что я бы терял время. А в Италии, например, по-моему, в Италии даже салаваться за рулем запрещено. Во время движения? Да. Катастрофа? Как дальше жить? Еще один звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас. Это Дмитрий из города Челябинска. Очень приятно. Вот такая ситуация. Мне кажется, что наши инспекторы ГИБДД, все их действия направлены на не создание безопасности движения, а на выявление нарушений и наказания за нарушение правил дорожного движения. То есть, если, к примеру, я еду в Европе, то на всех по трассе впереди полка-то огромный, что впереди стоит радар, ограничение скорости, будьте внимательны. У нас же инспектор ГИБДД обязательно спрячется за кусты, поднимет капот и так далее. Сделает все для того, чтобы ни машины не было видно. И иногда даже зачастую спрячется в обочине и в последний момент выбегает из кустов с радаром. И был случай, когда проехал мимо, не остановился, даже не заметил. И на посту ГАИ, на посту на следующем остановлен. Как вообще себя вести и как правомерно ли инспектора поступать таким образом? Ну, между прочим, кстати, тоже правильный вопрос о правомерности, потому что, опять же, экипажам ДПС выдаются служебные задания. Они нигде хотят стоять. Если вас остановили, вы попросите его предъявить соответствующий документ, в котором указано, что он может здесь нести службу. Либо, повторяю, можно и написать соответствующее обращение руководству, а то проверит, должен быть он в этом месте или в другом. А по поводу вообще общей тенденции, да, к сожалению, это репрессивная полицейская система, которая в основном направлена на наказание уже совершившего нарушения водителя. И критерии здесь у нас остались очень и очень советские. Это план по штрафам, план по собранным штрафам. Я думаю, что негласные планы по взяткам во многих местах. И от этих критериев можно отойти только одним способом, поменяв систему ДПС, реформировав ее. Для этого надо людей, конечно, заинтересовать хорошей зарплатой, как мы уже говорили, социальным пакетом, хорошей пенсией, жесточайшим контролем и так далее. И конкурсным отбором на такие места, для того, чтобы люди не разменивались на взятки, не разменивались на такие вот вещи, а действительно заботились об организации дорожного движения, ее безопасности, знают, что они выполняют достойную работу, за которую достойно получаются. Сейчас получается, что это замкнутый круг. Получают копейки, вынуждены зарабатывать, поэтому прятаться, ловить, на штрафовать и так далее. Я вообще должен выступить, будучи человеком справедливым в душе в своей глубине, должен выступить в защиту ГАИ и ДПС, потому что не стоит, может быть, так сгущать краски. Я путешествую по роду службы по многим городам нашей страны. Я часто видел так называемые муляжи. То есть машина фанерная или там какая-нибудь еще пластиковая, которая изображает автомобиль с надписью ДПС и фигуру человека в форме. То есть это профилактика. Завидя такой муляж, соответственно, водитель сбрасывает скорость. Так что не всегда они прячутся, они таким образом пытаются. Нет, они не всегда, конечно, прячутся. Есть инспектора, которые на самом деле не прячутся, стоят на видном месте. Есть скрытое патрулирование, открытое патрулирование и так далее. Но, кстати говоря, система фото-видеофиксации, она заставит нас, так или иначе, объективно заставит нас учитывать, что если ты двигаешься по дороге, даже нет никого рядом, и никто тебе не моргает, то есть нет машины, поста ДПС впереди. Но стоят камеры, то твое нарушение будет зафиксировано, и тебе придет штраф. Поэтому вот у нас в психологии этого нет. То есть мы, система видеофиксации, видеофотофиксации, она нигде не включена. Ни в обучение водителя, ни при сдаче экзаменов, никак эта система не интегрирована туда. И у нас многим, мои коллеги говорят о том, что надо это вводить, чтобы человек уже, ментальность, чтобы менялась нашу водитель, чтобы он понимал, что за ним есть некие объективное следящее око, которое зафиксирует нарушение. Поэтому даже табличка, обычная табличка, что трасса находится под видеонаблюдением, не надо никаких вот этих рисованных полицейских, просто трасса находится под видеонаблюдением. Находится она, не находится, мы этого не знаем. Но это, я думаю, заставит многих водителей, лихачей, все-таки сбросить скорость. Ну, тогда эту табличку нужно ставить через каждые 100 метров, потому что человек тут же забывает о том, что... Ну, я думаю, что надо просто внедрять на самом деле систему видеонаблюдения, видеофиксации, потому что это, во-первых, объективно, это разведет инспектора и водителя. Чем меньше контактов между инспектором, российским инспектором дорожной патрульной службы и российским, к сожалению, водителем, который зачастую сам толкает инспектора, к получению провоцирует, один другого провоцирует, тем лучше. То есть объективные методы контроля должны быть введены, и они будут введены, я надеюсь, все-таки в массовом порядке. Кстати говоря, мы предлагали ввести видеорегистратора на машины ДПС и посты ДПС, чтобы с момента остановки водителя его диалог с инспектором находился в зоне видеозаписи. Я думаю, это тоже сильно будет дисциплинировать. И мы работаем над этой темой, мы все-таки будем озадачивать правительство Российской Федерации всем, чтобы эту штуку ввели. Поиск сложного будет пролоббировать. Ну, нам все сложно, но двигаемся потихоньку. Дай бог. Еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос по поводу тонировки. Какие сейчас вообще новые положения? Вот, это раз. И у меня был случай такой, меня остановили за тонировку, и у инспекторов сама машина была еще темнее моей затонированной. И мне заставили ее обдирать. Ну, передние стекла. Ну, по закону нет, ничего нового тут не водилось. Разрешено тонировать задние стекла. Ну, пассажирские задние, да, боковые задние. Тонировать хоть вообще в ноль. Вопросов нет. Передние стекла и лобовое стекло должно быть затонировано. Не должно быть затонировано, там нормы есть в процентах, но это фактически не видно. Пленка, которую не видно. Вот так легенькая-легенькая, значит, дымка, которая иногда бывает из завода, выпускается стекла. Вопрос правильный. Почему, значит, заставляют снимать тонировку с обычных водителей, когда машина с синим милицейским номерами, просто там черные с государственными номерами ездят, наглухо затонированы. Все-таки требования должны быть ко всем одинаковые. Это первое. Второе. В южных районах на самом деле сложно не затонированные машины. Жара, машины раскаляются. Не во всех машинах есть кондиционеры, перевозят детей. Тут тоже, может быть, немножко какое-то послабление надо в этом сделать. Но на данный момент тонировка, повторяю, запрещена. И третье. Вообще проверять тонировано, стекло или нетонировано, должны не на глаз, а с помощью специального препарата Блик, он называется. Он работает в определенном режиме, в определенной температуре. При минусовой он показывает неправильно определенные влажности воздуха. На этот прибор должен быть соответствующий документ о том, что он проходил проверку и так далее. То есть вообще инспектор не имеет права сказать вам, что у вас затонировано, сдирайте. Он должен проверить это прибором. А вообще, строго говоря, запрещено проверять техническое состояние. Тонировка относится к общему техническому состоянию автомобиля. Если у него есть талон техосмотра, он прошел техосмотр. Вообще это прямо запрещено КОАП. Поэтому, честно говоря, вот здесь тоже есть некое двоечтение. Двоечтение и некий парадокс в том, что инспектор на ходу, на дороге проверяет состояние вашего автомобиля, в частности, состояние ваших стекол. Еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Геннадий из Геленджика. Значит, ситуация какая? Год назад я совершил ДТП. Не рассчитал расстояние и в газельку сзади ударил довольно прилично. На глазах у ГАИ. Они подходят, спрашивают, есть претензии? Нет претензий. Нет претензий счастливого пути. Понимаете? Никаких штрафов, никаких наказаний. Я совершил ДТП. Это очень серьезно. Я сильно по этому поводу переживал. А с другой стороны, я увеличив скорость до 10-12 километров, они меня обязательно наказывают и предполагают, что я что-то должен там где-то когда-то в их ситуации нарушить. И как понять эту ситуацию? Спасибо. Да, спасибо. Но вообще инспекторы ДПС должны были в любом случае разобраться в ситуации. И любое ДТП, оно предполагает ответственность виновника. Если вы совершили нарушение правил дорожного движения, превысили скорость, нарушили разметку, любое нарушение, которое в данном случае привело к аварии, вас должны были, конечно, наказать соответствующим, в данном случае, скорее всего, штрафом, не лишением, я не знаю, смотря из-за чего было нарушение. То есть это просто нарушение служебной дисциплины было со стороны инспекторов. Они обязаны были. Видимо, не хотели фиксировать. В Геленджик же место такое, жаркое, располагает к некой расслабленности. Видимо, у них существуют какие-то нормы не только по штрафам, которые они привозят, но и некая статистика по ДТП тоже. Им лишний случай-то не нужно возиться с документами. Они ведь все живы-здоровы, значит, претензий нет. То есть в человеческом это понятно, да, а с точки зрения буквы, закона, конечно, это не есть правильно. По поводу вот этих вот аппаратов, которые будут фотографировать нарушения. Они будут сфотографировать машину с номерным знаком или еще и четко лицо водителя? Потому что, вот вы же понимаете, да, могут возник всякие коллизии. Ну, пока, конечно, только номер. Пока, ну, мы говорили о том, что, ставили такой вопрос в Госдуме, когда работали над этими поправками, о том, что, по идее, конечно, надо бы лицо конкретного человека. Но здесь постановка этого вопроса, решение этой проблемы пошло по такому пути. Фотографируется номер, значит, владелец отвечает. Во многих, кстати, странах так. В некоторых странах фотографируется все-таки лицо нарушителя. Вот, предъявляет претензии владельцу машины. А его уже забота, значит, разобраться с тем, кому он машину доверял. Он говорит, не я ехал. Ну, значит, твоя жена ехала или твой приятель, или твой сын. Значит, ты уже разберись с своими родственными или дружескими отношениями сам, заставь платить того, кому ты доверяешь машину. Отчасти это, конечно, правильно. Вот, я думаю, что все-таки в этом достаточно правильный посыл. Вот. Другое дело, если ты продал машину по доверенности, да, ты будешь платить за чужого дядю, потому что ты юридически остаешься владельцем этого автомобиля. Ну, как раз введение средств фото- и видеоконтроля приведет к отмиранию Института генеральных доверенностей. Скорее всего, вот. Продажу. Продажу. Продажу через, да. Продажу. Я согласен с этим. Да, потому что если ты даешь доверенность жене, повторяю, кому-то из родственников, то я не думаю, что они откажутся платить штраф, если они действительно нарушили, поскольку это объективно доказано. Ну, если ты за этот период не провинился перед женой. Ну, да, да. Потому что сам себя наказал на деньги. Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня как раз вопрос по поводу вот этого видеонаблюдения. Насколько законны требования, ой, требования, ой, насколько законны вот эти радары переносные, если нет видеонаблюдения и моей фотографии. Вот я ехал по Ростову со скоростью общего потока. Меня остановил инспектор, показал переносной радар, там, 61 км в час. Я ехал, как все. Вы говорите, почему меня остановили, чем вы докажете, что это моя скорость? Ну, он не составил протокол и не стал разговаривать. Да, спасибо большое. Часто тоже бывает в Ростовской области, в Краснодарском крае. Знаешь, у ГАИ там очень-очень, скажем так, придирчивая. Но это вопрос касается вообще... В Ашкирии, ребята. Да, да, но в Ашкирии как раз любят очень иногородних, в кавычках, очень любят. Вот, но это вообще касается работы инспекторов дорожно-патрульной службы. И мы неоднократно ставили, будем ставить вопрос о том, чтобы, значит, прибор, который меряет скорость, да, этот спидган, он имел все-таки видеокамеру, фотокамеру, для того, чтобы фиксировался и номер. Потому что можно заснять превышение скорости, зафиксировать одного автомобиля, а потом всем последующим остановленным водителям показывать эту скорость. Скорость никак ко мне не привязана. Откуда я знаю, что это скорость моего автомобиля была, а не предыдущего, там лихача остановлена. Вот, многие, кстати, так и делают. А когда будет, вот наши казахские коллеги, точнее, не наши, а я имею коллеги гаишные в Казахстане, они вот в порядке экспериментов в том году, если в этом году, в начале, начали вводить такую практику. У нас есть такие приборы, они стоят на постах ДПС, там фиксируют скорость, твой номер. Там, кстати, лицо даже можно взглядеть. Ну, мы разговаривали, в общем-то, в принципе, говорят, ответственны за это дело люди, что, может быть, со временем будут фиксировать там лицо, и тогда изыкновенная база изменится, будет привлекать фактического, значит, скажем так, фактического нарушителя, а не юридического владельца машины. Но это где-то будет там неизвестно когда. Сейчас просто можно вполне технически оснастить все приборы, определяющие скорость, оснастить фото- или видеокамерами, которые должны фиксировать не только превышение скорости, но и номер автомобиля, превышившись в скорость. Это будет тогда уже объективно, и водители спорить тут абсолютно не будут. Согласен, согласен. А давайте послушаем еще одного нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Вечер добрый. Петербург, Виктор. Движение по обочинам пригородных дорог в массовые нарушения. Какие вообще-то станции? Спасибо. Да, новые станции предусматривают штраф, движение по обочинам предусматривает штраф 500 рублей. Мы знаем достаточно неумных людей многих. Мы понимаем, все торопятся, у всех дети, у всех там проблема. Но когда едет поток, а несколько любителей, достаточно одному показать, вот один, и все, и за ним верениться по пылящей обочине, люди глотают пыль. Ну, это, конечно, идиотизм просто-напросто. Но, повторяю, тоже не все так просто. Едет, предположим, такая ситуация, коротко обрисую, едет грузовик на подъем. Но ему не хватает мощности, он видит, что сзади скопилось много легковушек. Он на обочину немножко принял, и он пропустил людей, они, не пересекаясь сплошной, могут его обогнать. Сейчас он этого делать не будет, потому что он получит штраф в 500 рублей. То есть тоже вот получается палка о двух концах. Хотя, конечно, может быть случаев, когда пропускают меньше, чем случаев, когда пылят по пыльным обочинам. И в данном случае 500 рублей все-таки это хоть какое-то наказание для таких любителей считать себя умнее других. Очень многие водители, профессионалы на крупнотоннажных, на больших автомобилях уходят на обочину. Вы знаете, мы будем разговаривать с руководством ГАИ, и мы с Кузиным беседовали, начальник департамента, и с Кирьяным мы будем встречаться в ближайшие дни. Мы этот вопрос постараемся поставить, чтобы в служебных документах было четко оговорено некая поблажка, скажем так, по конкретной ситуации. Если это не езда с целью обогнать колонну, а если это попытка облегчить, не давать людям нарушать правила дорожного движения, не идти в лоб, не провоцировать на обгон, а дать возможность просто колонне рассосаться, то все-таки не считать это нарушением. Но кто-то посмеется, скажет, да ну ГАИшникам-то наоборот, чем больше нарушений, тем лучше, тем более рассказывать в случае, когда специально грузовик ставит такой чадящий, чтобы его обгоняли. Но это все зависит, повторяют, значит, все-таки от нас, это зависит от руководства ГАИ, от желания навести порядок. Но посмотрим, как они на это отреагируют. Если пойдут нам навстречу, значит, все-таки не все так сложно, не все потеряно в этом ведомстве. Согласен. Еще звонок, мне кажется, у нас, да? Показалось, видимо, показалось, уже близится к концу нашей программы, уже начинают мерещаться звонки. Интересная информация по поводу, по поводу, по поводу Норвегии. В Норвегии введены беспрецедентные штрафы для автомобилистов, самые высокие в Европе. Самый серьезный штраф за превышение скорости до 4000 норвежских крон, это около 500 долларов. Проезд на красный сигнал светофора обойдется нарушителю в 375 долларов, под запрещающий знак в 310. Езда по тротуару в 210 долларов. Кроме того, введен штраф для тех, кто разговаривает по мобильному телефону во время езды, не пользуясь системой hands-free. То есть, такие штрафы, как существуют. Кстати говоря, по-моему, Швеция и, как выяснилось, еще Англия, да? Против того, чтобы люди управляли автомобилем и разговаривали по мобильному телефону вообще. Я бы согласился на их драконовские штрафы, если бы у нас была их зарплата. Но если говорить серьезно, конечно, то есть ряд грубых нарушений, за которые надо, конечно, карать очень жестоко. Но вот наша организация, в частности, отстояла все-таки, исключили лишение прав запросить на красный свет. Только до 700 рублей подняли штраф. Почему? Потому что, опять же, нет объективных критериев, нет объективных доказательств. Проехал человек на красный или на мигающий зеленый. Или на оранжевый, да. Да, ну и так далее. Это все зависит зачастую от настроения спектра дорожного патрульной службы. Штраф 700, да. Лишение прав, когда появится на каждом перекрестке видео, фотокамера, вопросов нет. За это надо карать значительно более строго, конечно. Потому что проезд на красный, это смертельный номер. Выезд на встречку. Это два грубейших. И превышение скорости. Три грубейших нарушения, которые ведут, в общем-то, к очень-очень тяжелым последствиям. У нас осталось полтора минуты очень коротко. Хочется напомнить о том, что не только водителя нужно штрафовать, но нужно каким-то образом усиливать мировоздействие на инспекторов. Вообще на людей в погонах в синей форме с синими номерами. Потому что мы с вами говорили о том, что в прошлой программе вы сказали, что произошла авария по вине милиционера. В Питере, в Питере ДТП, экипаж шел на встречку в лоб. Но это проблема, мы ее ставим. Сейчас я ее писал в колоночке ведомства, которую я веду, писал об этом. Мы сейчас письмо готовим министру внутренних дел. Потому что закрутив гайки, повысив ответственность штрафа к обычным водителям, наверное, надо повысить требования к водителям спецмашин, в частности, милисельских машин. Они, в отличие от скорой, от МЧС, от пожарной охраны, ведут себя недолжным образом. Они ездят и пьяными за рулем, они нарушают правила. Не забывайте, что они представители закона, дискредитируют законы, показывают плохой пример водителям. Они могут без спецсигнала развернуться, проехать на красный, сделать все, что угодно. Причем это не вызвано служебной оперативной необходимости. Я с вами согласен. Спасибо большое за то, что пришли к нам. Спасибо большое за то, что отстаиваете наши права перед власти имущими. Спасибо за то, что просвещаете, в конце концов. И теперь, благодаря вашим визитам, могу сказать, что наш канал делает все возможное для того, чтобы культура на дорогах сохранялась. Это была программа «Попутчик». Меня зовут Володя Гаврилов. Мы встречаемся с вами завтра, примерно в это же время. Так что всего доброго. До свидания. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова